Департамент международного налогового планирования юридической фирмы Клифф подробно проанализировал 10 наиболее информативных и существенных для налогоплательщиков налоговых споров за 2014-2015 годы. В этом ролике мы обращаем ваше внимание на ключевые аспекты дела, которое заняло первую строчку в нашем рейтинге топ-10 судебных решений по налоговым спорам за этот период. В деле компании Арифлейм рассматривалась распространенная на практике кондуитная структура. Российское дочернее общество ввело деятельность в России под брендом Арифлейм и уплачивало лицензионные платежи субхолдинговой компании в Голландии. Данная компания, в свою очередь, выплачивала аналогичные платежи головной компании в Люксембурге. В результате уплаты лицензионных платежей российским обществом Арифлейм существенным образом снижалась его налоговая база по налогам в России. По итогам рассмотрения дела в трех инстанциях суды не только признали экономически необоснованными расходы российской компании на уплату лицензионных платежей, но также пришли к выводу, что у головной компании в Люксембурге возникает постоянное представительство в России из-за деятельности российского дочернего общества. По итогам рассмотрения дела Арифлейм суды сформировали правовую позицию о том, что отсутствие полномочия заключать договоры от имени иностранной организации у российского общества не является основанием для принятия решения о том, что у такой иностранной компании отсутствует постоянное представительство в России. Примечательно, что в основу решений судов в частности легли определенные факты, связанные с деятельностью компании в сети интернет, а также в сфере рекламы. Например, суд аргументировал свое решение в том числе и тем, что сайт российской компании является под доменом глобального сайта иностранной компании, которая ей же и администрируется. Исходя из печального опыта компании Арифлейм в этом судебном споре, мы рекомендуем всем компаниям, которые используют подобную кундуитную структуру, провести ее тщательное налоговое исследование и своевременно принять необходимые меры для минимизации налоговых рисков.